Здравствуйте, здравствуйте, дорогие человек! Я очень рад и спешу поздравить вас с прошедшим Новым Годом, и хотя у вас, скорее всего, середина января или даже его конец, у нас самое первое января, вот, и для того, чтобы сдать вовремя материал в наш любимый журнал, мы занимаемся Варкрафтом, вот, мы записываем комментарии к очень классным играм. Это видео от первого лица, еще с World Cyber Games 2007 Russia, ну, тогда было записано очень много видео, больше 20, где-то 20-30, и, ух, мы его постепенно-постепенно анализируем, просматриваем и выбираем наиболее интересные игры. Вот, а если все получится, то на диске навигатора вы найдете ни один, ни два, и даже не три, а целых четыре видео от первого лица с комментариями по Варкрафту, вот как. В данный момент мы смотрим игру Роберта, Роба, против Маус Джейл Тайтона, ну, он теперь уже в Гравитас, Гравитас Титан. Игра очень важная, принципиальная, потому что ребята встретились в полуфинале Олимпийки, то есть без лузеров, и они буквально там полчаса назад перед игрой узнали о том, что от России всего лишь две квоты, а не три. Вот, и они вообще вместе, как бы, сражались, и из группы выходили вместе, там, в общем, они рассчитывали на то, что оба поедут. Вот, а получается так, что проигравшись 100% не поедет, так бы спасал матч за третье место, вот, а получается, что никаких отдач, все серьезно и очень-очень жестко. Вот, карта Острова Эха, как вы можете заметить, эльф справа, орк слева, вот, орк начинает сразу крепиться и делает разведку рабочим, ну, это делается для того, чтобы увидеть, если Демон Хантр бежит сразу после убийства, вот он бежит. Ну, просто эльфы здесь очень часто, точнее, всегда уже теперь классно мешают пройти рабочим, ставят Ancient of War, убивают одного большого бамбра, берут девайсы, сразу же бегут к орку, делает винвок. Блайдмастер не успевает, доли секунды не хватает для того, чтобы уйти в невидимость, он получает такой моноберн, получает минус жизнью, минус жизнью, и, что еще один моноберн неудачно, потому что там было буквально 71 маны, еще бы чуть-чуть, и был бы еще один винвок. В общем, не самый удачный такой расклад, правда, это все мелочи, но на таком уровне, когда и мелочи решат, могут решить очень-очень многое, это неприятно, начинать игру с таких неприятных деталей. Начинает крепиться орк, продолжает, точнее, и делает так, чтобы демон-хантеру было неповадно подходить и убивать гранта, или добивать монстра. Он располагается своим таким образом, чтобы было максимально неудобно подходить, добивать. Никого он не смог добить демон, лечит гранта орк, и, судя по всему, надо сейчас лечить еще, да, лечит БМа. Давно уже пора делать грейд, отменяя даже гранта из барака, начинает делать грейд, а заказывает логово. Грейд у орка из-за того, что он поставил лавку, поставил барак до грейда, плюс еще немного, ну, начал делать четвертого гранта, даже третьего гранта он начал делать до грейда. Получится так, что орка грейд будет позднее, значительно позднее, чем у эльфа. Но в этом, собственно, и замысел роба. Он, видимо, делает ставку на криппинг, что мы сейчас и наблюдаем. То есть он получил второй лавел, получил девайс, и с тремя грантами, а так бы у него было всего лишь два, направляется к лагере наемников, в довольно жирненькой точке, на этой карте, и начинает крепить самого главного монстра из этой шайки, из этой банды мага-отступников. И из-за него выпадает девайс, из-за него выдают больше всего опыта, из-за него выдают больше всего денег, и он, как бы, и кастует, и броня у него такая, чтобы гранты побольше атаковали. В общем, сейчас разбирается с мелочевкой. Эльф видит, что орк... Да, вот он подходит, он видит, что орк криппинг в лагере наемников. Так, орка гранты очень битые. Бэму не хватает совсем чуть-чуть, чтобы получить третий левел. Он возвращается на базу, продает кольцо, и встречает демон-хантера, который здоровый и явно собирается убить гранта. Выстраивает грантов таким образом, преграждает путь демону, демон пытается бежать и попадает в импровизированное окружение, пытается спасти своего гранта. А Роберт, но его последние стрелы арчи добивают с другой стороны. Он очень удачно вышел из такой не очень приятной ситуации. То есть ему... У него были биты гранты, а получилось так, что он и спас одного гранта, и убил арчу, и развел человека на телепорт. Сейчас свинья преследует очень-очень битого гранта. Бэм лечится, регенерирует ману, грант прячется за лесом для того, чтобы свинья подошла, и он резко типа вышел и убежал от нее. Получится у него выжить? Не получится? Не помню. Прибегает демон-хантер, здесь выставляются сразу же рабочие, есть тролль, который тоже обладает... И Бэм прибегает на базу к эльфу. Вот у орка только-только сделался грейд, а мы видим по тому, насколько построилось древо ветров, для того, чтобы были талоны. Ну, что у эльфа грейд был значительно раньше. Но орк прибежал очень-очень удачно, то есть он отменил один Ancient of Wind. Он убедился, что там будет играть, конечно же, в талонах. Вообще, редко встретишь эльфа, который на этой карте играет не в талонах. Так, хакер, кажется, играл медведя на этой карте. Второй раз прибегает Бэм, и второй раз отменяет Ancient of Wind. Это неприятно. Неприятно по двум причинам. Во-первых, талоны будут позже. Ах, минус Гранд сделал Титан. Во-первых, талоны будут позже. Во-вторых, леса будет меньше, потому что отмененное строение... Ну, как правило, просто все впритык. То есть, в то время, как делается грейд, вы не имеете возможности подштамповать дополнительный виспов, чтобы они добыли больше леса. На талонах, соответственно, и на третьего героя, конечно же, нужен лес. Специфика стратегии Роба заключается в том, что он любит играть через райдеров и убивать героев эльфийских. Называется Хирокилл. Вот. Ну, это его, так скажем, конек. Сейчас вышел Таурен, и он будет крыпить, ударять первым для того, чтобы его начали атаковать и не Грандтелл, потому что у него и брони, насколько я помню, побольше. Все-таки у него троечка. У Грандтов, по-дефалту у Грандтов, две брони у Грандтов, да? По-дефалту. Одна даже? Брат подсказывает, что у Грандтов одна броня, я это проверю, если будет возможность. Ну, в игре обращу внимание. Вот. И Орк ставит нычку. На первый взгляд, как бы, может кому-то показаться, что это халява, потому что, как бы, не так уж и много войск у Орка. С другой стороны, как бы, этот... У Эльфа сейчас еще меньше войск, потому что... Ой, Крит отлично на 124 прописывает Блэйдмастер, и Таурен получает второй левел. У Орка в данный момент 40 лимита, и есть райдеры с сеткой. А у Эльфа нет третьего героя, эталонов с циклоном, арбы с ядом. В общем, Эльф сейчас не готов сражаться. Он готов харасить, он готов... Да уже и харасить не готов, из-за того, что райдер появился с сеткой. Он сейчас может только крепиться, по сути. Вот. И именно поэтому Блэйдмастер бегает и ищет, где же может крепиться Эльф. Так, а вот судя по Соколу... Так. Мы видим, что Эльфа сделался грейд на Таир-3. Орк закончил крепить лавку гоблинов, поставил сентри-вард, который ему, кстати, очень пригодится в будущем, и купил свиток лечения. Так, а Эльф, судя по маневрам, собирается закрепить точку желтенькую, состоящую из шести мурлоков разных званий и родов. Так, строит Спирит Лодж, Обитель Духов, кажется, на русском это звучит так, для того, чтобы строить Спирит Уолкеров. Но служители предков ему нужны для того, чтобы диспелить, в первую очередь, при Херакиле своего Блэйдмастера. Очень удачный момент. Двух талонов ловит в сетку Роберт нападает, несмотря на то, что здесь есть АОВ, он разбирает, просто заставляет Эльфа отступить, убивает двух талонов. Он сейчас убьет Ancient of War, и... А, не двух харчей, он еще подрезал своим Блэйдмастером, вообще молодец. Вот, насуваться дальше, это уже требует более... Так, пытается окружить Демон Хантера, у него получается, передает инвиз своему Блэйдмастеру, начинает атаковать демона, но рядом магазина, и это значит, что рядом, как бы, можно купить стаф, и, видимо, Бестмастер как раз это и сделал, запутил стаф, или у него уже был куплен до этого, и телепортирует, спасает героя. Так, минус Мунвелл, а вот дальше уже неудобно сражаться, потому что там... Ну, там и окружать неудобно, места мало, и еще дерево может добавить сверху лапой. Ну, так, Орк снова нападает и теряет Блэйдмастера очень... Так, и Райдера еще потерял, да, это явно уже лишнего. Отступает Орк. Ну, когда он отступал БМом, ну, в общем, здесь, скорее всего, сыграла свою плохую для Орка роль Арба, эльфийская, ядовитая, которая сняла жизни у БМа, и когда он отступал на красных этапах вроде нормальной, там у него было, там, сколько, 40 маны и 40 жизней. И, в общем, отняли у него 10-15 жизней за эту секунду Арба, за секунду-полторы, и все. Минус герой, но в таверне героя воскрешаем, да, дорого, но... СБМ надежней. Два когтя, отлично. Таурен крепится, у него практически третий уровень, чуть-чуть ему не хватает, он получает вот как раз на этих монстриках третий уровень и спешит отступить. Хотя, в принципе, он... А, Фейрифайр висит, да, это ненадежно. О, и видит Орк, что в таверне эльф купил своего третьего героя Тинкер, Тинкер видит, Орочу Армия благодаря Фейрифайру пытается обмануть, а еще благодаря Соколу видит, но... Из-за вот этого сентри-варда, который был поставлен рядом с магазином, Тинкер, важная часть эльфийской стратегии через талонов, который создает массовку и неплохо держит дэмэдж, благодаря тому, что у него 600 жизней и 5 брони по дефалту, он помирает, помирает сразу же практически после выхода из таверны. Ну, он успевает. Два свитка лечения покупает Орк, он явно на коне. Окружая Тинкера, Роб включил случайно музыку, нажал Ctrl-M, и музыка пошла тут на заднем фоне, отлично. Так, у Орка пока все хорошо, да, там атака была... Потерял он героя, потерял райдера, но все равно у него сейчас работает нычка, у него 54 лимита, он купил 3 свитка уже в общей сложности, сейчас у него еще есть 2. Сейчас Роберт лечится, зализывает раны, Тауреном, кажется, он купит еще ману, которая ему так нужна. Таурен 3-го левела, это очень даже неплохо. Да, еще Скроу Спид купил, свиток скорости. Ну что ж, наступила та фаза игры, когда эльф должен сражаться, когда у него появляется циклон, когда у него появляется связка из трех героев, ядовитая арба, вот. И надо сказать, что лимит 50 такой связки, он будет посильнее лимита 50 Орка, и Орк как раз должен... Ой-ой-ой-ой, пытается... Увидел, что забыл двух спиритволкеров, и там траля-ля, кажется, одного сзади. Нужно отступать. Так, снова атака, ловит Демон Хантера в сетку, диспелит, но Титан готов, у него есть инвул, перегруппировывается Орк, что-то все разваливается. Свиток читает Орк, диспелит Феррифайр, отступает, падает Грант. Еще один свиток, и видит, что БМ очень красный, выбежал вперед. Сетка одна, сетка вторая. Что случилось? И минус герой, вот так вот. В следующем на очереди идет Псинкер, он тоже изрядно побит. В него кидают сетку, и убивают Критом на 98. Продолжается битва. У эльфа, судя по всему, сейчас еще и Демон, хотя мало очень осталось спорка. Хотя нет, нормально, можно Демон Хантера еще попробовать отжать. Крит на 110 прописывает БМ, и эльф телепортируется, получая при этом, конечно же, леву. Но это ничего. 39 лимита у орка, все герои живы, и деньги. Сейчас уже 45 лимита, 500 голды, это очень-очень даже неплохо. Сейчас нужно регенить ману, лечиться, подстраивать из трех строений армию. Вот эта стратегия, Херакил, она не потому что простая в исполнении, Ропа использует, хотя она очень эффективна. А потому что основа стратегии эльфа в талонах, это герои. Убивать талонов можно, конечно, можно. Но такой вот стиль у Роберта. То есть, чем дольше идет игра, тем эльфы выгоднее, если живы герои, потому что прокачиваны герои, а орчи-герои все равно летают в воздухе, и получается, что идет юниты на юниты, и плюс эльфийские герои. Чем они круче, тем лучше. Как бы все довольно-таки просто. Вот. А таким образом он зарубает на корню. Так, третий бестмастер снова его ловит в сетку, снова диспл, снова сетка. Подходит спиритволкер и делает диспл, так, к райдера спиритлинг, райдер отступает. Да, ну тут что-то странное творится. Начал атаковать юнит Роберт, плюс сделал свиток эльф. Ох, отличный вейд прошел по талонам, талоны красные. Два левела получил, скромов протекшн врубает Роб, хотя у него красный немного поздновато, но ничего, морально давим. И бестмастер снова ловит в сетку, один райдер, второй райдер, и еще крит на 110, отличный крит. А, еще минус талон, да, отлично. 1400 голды, 1400 голды, 40 лимита. Сейчас нужно срочно лечиться, срочно регенерировать ману. Вот, и судя по всему, нужно защищать... Да, пришел эльф на нычку, нужно срочно выводить рабов, потому что Демон Хантер с рабой быстро отравит им жизнь и быстро расправится. Покупает телепорт, покупает регенерацию маны, покупает бутылек маны, делает телепорт и готовится защищать свою нычку. Но у эльфа здесь вообще ничего нет. Четыре талона, там еще парочка талонов, один герой. Сетка, сетка, вейв подходит. Снова бестмастер, который явно куплен в таверне, то есть без маны и с половиной жизней. И Демон Хантер вырывается вперед, получает крит на 170. Сетка, снова сетка, вейв и Демон Хантер умирает. Еще крит из винвока и вот такая вот получилась игра. Следующие игры будут в исполнении Андрея Соболева, он же Дэдман.